Есть ветки там, какой-то мост. Часть пляжей области, проверяющей от МЧС, принимали заочно по фотографиям. В Орле же осмотр был непосредственным. Начали со светлой жизни. Обратил внимание на то, что информационные стенды в наличии. Флагшток готов для поднятия желтого либо черного флага. Желтый флаг обозначает купание разрешено, черный флаг обозначает купание запрещено. В этом году на обустройство мест купания «Орел» дал миллион девятьсот тысяч. Немногим больше года 2012-го. Но, несмотря на это, оборудования на Орловских пляжах не прибавилось. На озере «Светлая жизнь» за счет сэкономленных средств обещали поставить детскую игровую площадку. Но вместо этого деньги потратят на ограждение. Забор появится вот здесь, к первому июня. Увеличилась и площадь пляжной зоны. Так что в жару при отдыхе на «Светлой жизни» будет шанс ни на кого не наступить. Спецавтобаза завезла сюда 38 камазов песка. Управлением коммунного хозяйства был заключен контракт на очистку от корневой растительности и корневого покрова территории пляжа. За счет этого территория пляжа была увеличена. Так что теперь отдыхать на «Светлой жизни» могут до 15 тысяч человек. В конце проверки приемщики испытали кнопки спасения, которых на пляже 9. Что же касается микрофлоры воды, претензий Роспотребнадзор не высказал. В итоге пляж «Светлой жизни» стал первым официально готовым к купальному сезону. Зона купания в районе парка культуры и отдыха проверку не прошла. МЧСовцы сочли ее неблагоустроенной. МЧСовцы сочли ее неблагоустроенной.